Ах, не хочется всё это вспоминать. Страшное время. Всем привет, ребят, с вами я, Лера, и в этом видео я расскажу свою историю с дачи ЕГЭ. Подготовку к ЕГЭ я начала ещё летом прошлого года, то бишь перед 11 классом. Я начала усиленно подтягивать русский язык, начала сама писать по нему конспекты, в итоге написала конспекты по заданию с 1 по 15. Немножечко потянула свой уровень, но ненамного. К математике также я готовилась летом и к химии. Я сдавала три предмета, русский, математику и химию. По химии я летом пошла в нокаут, в школе сотка. Ну, в общем, мне летом просто было и скучно, и я решила чем-то себя занять. В любом случае, что-то оттуда у меня до отложилось в голове. В августе я пошла в школу сотка заниматься математикой. Там тоже прошла немножко производную, начала некоторые номера седьмые в ЕГЭ решать. Ну и также потянула планеметрию. Начался 11 класс, я пошла к репетиторам. Репетитором по русскому была моя же учительница, по химии также. По математике я занималась с учительницей, которая готовила меня к ОГЭ, но уроки у меня не вела. Репети проходили классно. На химии у нас была прекрасная атмосфера. Мы и разговаривали, и пили чай в перерывах. И, ну, так же проходили материал. Нам учительница давала конспекты. Я их дома раскрашивала разными цветными маркерами. Мне это очень нравилось. Вот. Я вообще очень люблю вести яркие, красочные конспекты. По математике я на вот этой доске писала формулу на листочках и сюда приковывала, чтобы лучше запомнить. Вот. Но в итоге почему-то именно с математикой визуализация не очень работала. С химией она работала отлично, а вот с математикой именно вот только если выучила, то выучила. Вот. Самым тяжёлым из всех предметов у меня был русский язык. Занятия по-русскому проходили нормально, но поскольку я его не любила и очень часто в нём совершала ошибки, там варьировалось от 7 до 5 ошибок в начале года, да и в конце тоже вернулось к той же ситуации. Но иногда было ответ и ошибки. На математике занятия проходили тоже весело, классно. Мы могли отвлечься на другие темы, тоже поговорить, так сказать, о том, что происходит у меня по математике в школе, потому что тут очень интересная история. Первым экзаменом ЕГЭ у меня была химия, как назло, потому что в начале года, пока не выложили расписание ЕГЭ, я очень хотела, чтобы химия не была первой. Ну, как известно, многие теряют баллы из-за стресса на первом экзамене, и хотя я и боялась из всех экзаменов больше всего русского языка, лучше бы он был первым, я считаю, потому что нервов у меня было на нём и так много, и вредно бы стало больше, если бы он был первым. 30 мая за день до ЕГЭ по химии я себя жёстко довела, как будто чёрт меня потянул попробовать решить, кто сдаёт химию, тот знает 34-ю задачу. Она у меня не получилась, я себя загнала, что я ничего не знаю, что я завтра ничего не напишу, довела себя до слёз, меня подруга успокаивала, там шутки шутила, я уже и смеялась, и плакала одновременно, потом вечером успокоилась, нас ещё учительница вечером поддержала, это дало мне, так сказать, шанс не упасть полностью в свои отрицательные эмоции. Утром я проснулась, я беру телефон, меня трясёт, меня жёстко трясло, хотя я ещё толком ничего не увидела. Я понимаю, что бежать уже некуда. Первая часть была лёгкая, но у меня в ней две ошибки. Я вот один номер визуально помню, не знаю, где я там могла ошибиться, может, как раз тот же стресс повлиял, потому что, как на моей памяти, он был простой. И, так, получается, я ошиблась, ну, сейчас в кемах задания поменяют номера, но я ошиблась в 16-м на момент 21-го года, и в 20-м, как раз когда сделали так, что в 19-20-е задания может быть любое количество ответов. В второй части я ошиблась в 33-м номере, хотя органику я любила больше, чем неорганику, но там я даже не помню как, видимо, вот это вот точно был стресс. Там была реакция с алкана с азотной кислотой, понятно, наипростейшая. Но я потеряла воду, я ее просто не написала. Жалко, что вот я не вернулась, чтобы перепроверить, потому что терапевать мне катастрофически не хватало времени на химии. И, да, глупая ошибка была, о которой я даже не помнила. Поэтому, когда увидела свой бал, я надеялась на 90-е, потому что 34-ю задачу я решить не успела. Вот, 35-я была у меня правильная. И в итоге я получила 88 баллов за ЕГЭ по химии. У меня в тот день, когда я увидела эти баллы, подскочила аж температура, я не стала радоваться мне или грустить. В каком-то таком состоянии между была. И типа, мама вроде как рада, вроде как там молодец, все такое. Я вроде бы и рада, вроде бы и не рада, но лучше ничего изменить нельзя. Такое вот смешанное состояние было. Да и когда я вышла из аудитории, написав химию, я как-то почувствовала сразу такую досаду, что вот я не успела в эту задачу и могла где-нибудь еще по дороге накосячить. В общем, я сделала вывод, что нужно было решать со своей скоростью, и не торопиться, и возможно тогда бы я взяла все баллы, кроме 2004, потому что толку от того, что я к нему приступила, не было никакого. Ну, как говорится, наши как учатся. Теперь сделала для себя вывод, как мне описать экзамены в будущем на сессии, если я поступлю. Ну, я надеюсь, что поступлю. Далее был русский язык. По русскому языку еще утром я испугалась этих текстов Толстого. Там, про войну тексты, я их очень не любила. Я хотела бережное отношение к природе, что-нибудь такое. Молилась перед экзаменом, чтобы мне была эта тема. Но нет, мне попалась война, ужасный текст был. Я думала, что все, если же на экзамене у меня в голове нецензурная лексика, когда я приступила к сочинению. С трессом было все в порядке. Ну, типа я его решала, иногда где-то задумывалась. В одном задании, там, в 25-м я не могла найти предложение, в итоге поставила, как думаю, и попала. К сочинению приступила, у меня скотилась слеза, поплакала немножко. Потому что пять раз перечитывала, и вроде бы как понимаю, в чем суть, как собачка, но не могу сказать, как-то словами сформулировать. В итоге я поставила проблему отношения людей во время войны или на войне, или там отношения между людьми на войне, как-то так. В итоге там приводила в качестве аргумента судьбу человека Шолохова. Я очень хотела, как я любила ее везде вставлять, потому что мне нравится это произведение. Оно простое для понимания. И этот аргумент подошел. Я боюсь, что он не подойдет. Приводила по тексту аргумент про дружбу и любовь. Вот, в итоге, ну, выхожу с экзамена, учитель спрашивает, как прошло. Я говорю, нормально. У самой левой нога трясется, но я говорю, нормально. Потом мы с подругой уходим. Я там на эмоциях рассказываю, как у меня все ушасно, что я завалила, что мне аннулируют сочинения, что все плохо. В итоге сочинение написано на 25 баллов из 25. То есть идеально. И у меня всего одна ошибка в тесте с моими любимыми споряжениями. Ненавижу. В общем, я получила по-русскому 98 баллов. Это я тот человек, который вышел с русского и орал, что вот я там, наверное, порог перешла, там, наверное, там баллов 50. Молилась на 70. Молитет, говорила, что мне аннулируют сочинения. И в итоге я такая, тадам! Это, конечно, было забавно. Далее шла профильная математика. Вот на нее я шла спокойно. Я утром просыпаюсь, у меня в голове песня «Восточные сказки». Не знаю, почему. То есть я иду такая, «Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки?» Вот так я шла на профильную математику. Спокойная. Профильная математика – единственный экзамен, на котором я съела почти всю свою шоколадку, потому что на других я, вот, шоколадка, я от нее вот такую вот маленькую плиточку, кусочек отломила и скушала на химии, на русском. На математике я, ну, как, съела почти всю шоколадку. Правда, она была с капучино, я открыла на всю аудиторию капучино. Я такая, ребят, извините, зато не уснилайте. Вот, и на профильной математике я успела несколько раз перерешать первую часть. Она была очень легкая, но у меня была паранойя. Как же без паранойи? Так, когда слишком легко, я его может накосячить обязательно. И 12-й номер, я его изначально сделала верно, но потратила, по-моему, 2 черновика с двух сторон, листая 4, чтобы несколько раз его перерешивала. Думала, что получаю не тот ответ, в итоге вписала тот, который был изначально. Могла потратить это время на 15-й номер, но в целом я довольна. 13-й был легкий, его сделала верно. В 15-м решение вроде как шло верно, но в конце я накосячила. И, ну, в итоге получила 0 из 2 баллов за 15-е, но зато в 19-м, который я делала на экзамене первый раз в жизни, я получила 1 балл за буквку А. Пробовала еще Б, но я чувствовала, что там не прокатится. Там мое решение коротенькое. Вот, а так, да, мне даже понравилось писать профильную математику. Остальные экзамены не понравились, и было даже обидно, что на математику я шла такая джунная, веселая, все окей, все круто, а на остальных я... Я сегодня умру. Вот так. Вот так проходили все три моих экзамена. Слава Богу, что их всего три. Русский язык мы писали 3 июня, профильную математику 7 июня. Когда пришли результаты по профильной математике, это было 20 июня, 19-го был мой день рождения, а 20-го мои именины. Вот. Но я отмечала день рождения второй раз с родственниками, а 19-го с друзьями. И приходит вечером результаты по профильной математике, я смотрю, вижу 72, успокаиваюсь, потому что я ставила себе там от 70 до 74 где-то получу. Ну вот как раз средний результат такой. Вот. Захожу, выхожу из комнаты, захожу к родственникам в зал, говорю, сколько у меня баллов, типа, они меня поздравляются, такое. И я сажусь на стол, на стол. Я сажусь на стул, просто смотрю в одну точку, они такие, Лера, что с тобой? У меня, видимо, как просто пустое выражение лица. Я сижу и начинаю плакать. Они такие, Лера, ты чего? А я просто такая, все это закончилось, и давай там поплакала, поплакала, успокоилась. Мне бабушки предложили валлиянку, взрослые шампанское, сестра водички, попила водички, успокоилась, потом пошла всем звонить. Вот. Видимо, какой-то нервный срыв после всего этого произошел. А, я, кстати, не рассказала. В марте из-за всего этого стресса, недосыпа, я ложилась иногда несколько дней подряд в 4 утра спать, иногда шла в школу, иногда нет, но когда пошла в школу, чувствовала себя героем, хотя я сижу на эпидетерстве, на той же математике, и я, мне так обидно, я хочу понимать, но мозг уже не соображает, он хочет отдохнуть, никогда так не делайте. Это плохо, лучше что-то не сделать и поспать. Я просто пыталась сделать все, не понимая, что я не цезарь. И попала я в марте в больницу, в стационар. По профильной математике, я так скачу немножко, шла война, что, ну, в общем, примерно, если я сейчас начну рассказывать, то я повторю историю девятого класса, на канале есть видео, как я сдавала ОГЭ, у эпидетера я решала кима на 4-5, но иногда были промахи, у своей учительницы на 2-3, и когда она, так сказать, вспомнила, или еще раз узнала, что я хожу к эпидетеру, к другому, и сразу же начались у меня 2 с плюсом, 3, 2 с плюсом, 2 с плюсом, 2 с плюсом, вот, ну, или в основном просто там либо 2, либо 3, но иногда 2 с плюсом, и просто у меня уже истерика начиналась, такая, типа, я такая, это же смешно, я же знаю, почему мне такие оценки ставят, вот, ну, и в итоге я забила, продолжала получать это 3-2-3-2, сама готовилась к ЕГЭ, не падая духом, так сказать, по итогу, профильная математика, 72 балла, пятерка, в 10 классе была в году 4, в 11-м 3, в итоге я победила, спасибо еще раз поддержке моего эпидетера по математике, и учительницы по химии русскому, у меня четверка в аттестате по математике, хотя мне говорили, что нужно по-честному ставить трояк, что могу дать из советов, это никогда не сдавайтесь, даже если кажется, что выхода нет, он все равно есть, потому что, как пример приведу, знала бы я, плакая осенью, зимой, с двойками за пробники по математике, что я получу в аттестате четверку, и все-таки буду хрошисткой, ох, я бы не поверила, наверное, но я бы все-таки это смогла, теперь у меня две вот такие вот корочки, 9 класс, 11 класс, мне кажется, 11 класс смотрится гораздо красивее, да и рада я за него гораздо больше, хрошистка, хрошистка, математика 4, математика 4, химия 5, русский 5, тут, к сожалению, 4, ну, так уж получилось, вот такая вот история, чудеса случаются, если в них верить, никогда не сдавайтесь, ребята, старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило, я желаю вам удачи, успешной сдачи ЕГЭ, кому еще предстоит его сдавать, с вами была я, Лера, я возвращаюсь на YouTube, и надеюсь, что буду радовать вас в будущем, видео с химфака в ИГУ, всем пока-пока!